здравствуйте друзья у нас в студии гости знаете что может быть вы кепочку снимите а то у вас лицо в тени значит ну представляйтесь вот вы гость вы и представляетесь меня зовут виктор закончил где-то примерно два года назад закончил школу неужели ну да но я очень долго не искал работу ну свои причины были обстоятельства такие что мне не позволяло то есть мне нужно было уезжать отсюда а беларуси возвращаться вот и обратно так вы откуда из дорожки а я из минска образование какое образование у меня юридическое то есть как у многих в беларуси работали где-то в прокуратуре в милицию где-нибудь пришлось мнение не работал ни в прокуратуре не милиции работал наверное в самой большой чайной кофейной компании беларуси а что делал это чай кофе а юристам обычным это договора судился подготовил документы для международных контрактов для получения кредита заходите в экран сдвигайтесь мы друзья в неприспособленном помещении в учительской нашей снимаем тут все у нас занято мой офис занят под онлайновый класс вот мы тут собрались ну хорошо и так вы отучились потом мы не могли искать работу потом решили искать работу я помню что вы когда работу искали там было два таких интересных обстоятельства то есть с одной стороны у вас было много интервью а с другой стороны что-то не шло но вот сейчас задним числом уже вот вы можете сказать из-за чего не шло как оказалось просто нужно было готовиться к интервью то есть они просто знаете как бы читать интервью брать какую-то информацию перечитывать и все то есть есть компания которая что-то хочет то есть с большего она говорит требования какие она хочет условия и что нужно знать и я получил сразу два офера неожиданно для меня когда было а это было где-то три с половиной месяца назад нет подойдите давайте мы про тот первый раз когда вы искали первое первое вот самую первую работу вы искали там еще один это недавно но я здесь не мог найти работу достаточно долго из-за чего очень много из-за чего вот сейчас задним числом сегодня глядя на там год назад или сколько времени прошло что что вы не так делали сложно сказать вероятнее всего просто я не готовился основательно к интервью а вот сейчас здесь сейчас чтобы вы включили в подготовку к интервью такого что вы не включали раньше подготовку к интервью это очень важный вопрос на самом деле что что нужно компании с компанией разобраться что они делают какой продукт это обязательно в первую очередь если у вас интервью есть первое что вы делаете вы узнаете продукцию компании а если это мобильное приложение что с этим гораздо проще можно просто зайти посмотреть ознакомиться узнать какие есть конкуренты у компании а новый продукт этот или не новый продукт какие компании делают но и по максимуму информации собрать о компании а в какой момент это знание проявится то есть они вас спросят или вы просто ведя общий разговор скажете вот например вот ваш продукт там или что тут вот как это проявится все зависит от того действительно какой продукт когда у меня было на лифте интервью но я только этот вот этот лифт а когда у меня было если у них интервью просто я знал что это большие конкуренты а о том что есть проблемы до собираем потому что а я знал о том что я прочитал информацию нашел новости я знал что протестуют водители я знал что он нравится водителям в юбери и в лифте но и плюс что я сам ездил и там и там и но но это в плюс да конечно это в плюс это очень сильно помогло потому что я знал приложение поэтому работаете сейчас в лифте да да конечно а тестируете кула кула тишина а драйвы экспертности давайте все-таки вернемся вот туда вот первый поиск работы значит вы искали у вас не получалось не получалось но он надо сказать что он был такой неугомонный то есть он искал искал у него энергии меньше не становилось чисто внешне может он внутри там у него там что-то скребло но чисто внешне он был такой в общем-то жизнерадостный так что-то крутилась вертелась и кончилось тем что виктор уехал у нас во флориду да у флорида у меня друг уехал в флориду по флориду в тампу и нашел работу там буквально за может быть три недели но решил попытать счастья поехал поехали без оффера без оффера конечно вот и был очень сильно удивлен было у меня буквально там пять или шесть звонков а я готовился основательно готовился и самое смешное что когда мне позвонили и а мне придутся со мной было что-то вроде краткого интервью по телефону никаких особенных технических не было никаких вопросов вот и я на тот момент жил не в тампе я в тот момент снял 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 аэрбнб дайтона бич возле океана совершенно с другой стороны да это совершенно с другой стороны и пришлось ехать на интервью и при этом я ехал до 3 часа при этом я ехал очень недовольный и я бубнел ну достал потому что я почему-то мне казалось что это всего лишь рекрутер который захотел меня увидеть а жена была с вами да конечно у вас еще ребенок не ребенка нас нет вдвоем да а вот тогда проще да да там проще конечно и и я был уверен что это просто поболтать как они любят вот когда приехал туда компаниям вроде уже 20 лет но они работают я тестировал web-based приложения для для гавна для правительства это айрес это лэбер департмент это был ну разные разные штаты деми это было и я очень сильно удивился кто же интервью было достаточно простое небольшие вопросы небольшие было что такое баг вас не знали что это рекрутер не рекрутер я уже когда пришел уже когда зашел а я подождал на фронт-деске вот потом когда за мной пришел и когда мы проходили мимо то есть меня уже заказал то есть показал что все таки это не рекрутер вот а что же вы не исследовали то вам адрес дали там название вот это вот большая ошибка что я был уверен что это рекрутер поэтому если это рекрутер то значит соответственно ну вани как и все голову морочен да вот по большей части а интервью было наверно минут двадцать двадцать пять самая большая потом он сказал говорит подожди я сейчас вернусь а вышел за дверь потом вернулся как может и пить хочешь я хорошо да вода нормально что флорида жарко вот мы прошли к кухне вот он говорит подожди нет говорит слушай иди посиди в конференции комнате я такой хорошо нет проблем сейчас придет это поговорить с тобой хозяин компании вот я пришел то есть небольшая не а компания где-то 50 человек но а почему-то зато у них очень много работы появилась они на севере норс взяли очень большой заказ и для них это очень было важно ну просто компания 50 человек обычно президент уже не очень разговаривать сотрудников когда 10-15 там вы знаете я бы сказал что зависит от компании потому что у нас было очень много овертаймов а из-за большого заказа и он сам ездил нам привозил еду потому что мы иногда работали до двух часов утра вот и он посмотрел на и резюме он меня поспрашивал он спросил этого менеджера окей менеджер как типа все классно вот и он странно самое удивилось меня он говорит пообещай мне что ты не уволишься любой вопрос что тебе что-то не устраивает тебе что-то денег мало там ли какие-то проблемы ты подходишь ко мне говоришь только него ты обещаешь что ты уволишься я думаю ну да обещаем опять все будет зависеть от того как все пойдет все таки к этому моменту у вас уже вот то что face to face уже в калифорнии тут было сколько-то да было ну то есть это фактически у вас количество перешло в какое-то такое качество когда вы уже не мандражировали во время разговора более менее так ну как бы сказать не нервничали там не не терялись не не заикались ну конечно первое интервью даже было страшно телефон брать разместил интервью незнакомый звонок не знакомый звонок все сразу под дрожь у меня парень был один вот мы с ним так сидели значит он и он резюме отправлял там профайл создавал на дайсе только это все ушло мы с ним продолжаем разговор вдруг у него телефон звонит это было сколько-то лет назад и он так ну завтра буду брать напоминает старый анекдот старый анекдот напоминает легенды с ссср наконец-то повезло выехать и всем говорили что ты там денег но вот на директ практически валяется выводишь на дороге да ну и собрался берет пустые чемоданы только чуть деньги везде входит за аэропорта виде 100 долларов валяется подумал подумал пнул и завтра начну работать сразу на работу до выходить да так чего ну и остался работать там работал недолго пять месяцев все-таки пять месяцев не не пять недель но они не то что вы ушли как бы они то есть вы оправдали их надежды по право да конечно оправдал их надежды но и соответственно они хотели больше но деньги маленькие они хотели чтобы остался но они не готовы были предложат предлагать деньги вопрос такой с точки зрения стоимости жизни вот например квартира но вот например в наших краях там двухкомнатная квартира ван ну например там стоит скажем две тысячи в месяц это не далеко не самое лучше вот здесь относительно я снимаю ван бедрум наверное потому что я снимаю студию во фримуте а 1600 плачу но у меня там своя студия да студия ночи на очень даже неплохо но хорошо но вот здесь вот где мы с вами находимся монтинью 2000 стоит в месяц квартира вот например ван бедрум где вы там были в танке по чем будет ван бедрум мы платили за ван бедрум больше кстати ну в смысле мы не платили сама ван бедрум она больше чем здесь ван бедрум по размерам так ну и с почем а мы по-моему платили где-то 700 750 долларов за лучшую квартиру да за лучшую то есть платишь в три раза меньше квартиру лучше при этом да а вообще там по вот ваши впечатления о там вот я слышал разные мнения одни говорят что семейные люди говорят хорошо будет спокойно все дешево там пляж там где-то есть и так далее другие говорят такая скукотища но все зависит от того чего вы ожидаете да для меня это было не то что неприемлемо но реально было скучно некуда пойти ничего не сделать все закрыто в тампу в там там в 6 часов приходишь там вообще никого нет абсолютно вечер да вообще просто салто 100 что ну ну да наверное я думаю так мы ездили мы были в майами но более-менее нормально но там по более-менее оживленное время это в пир пятница вечер это часов семи до может быть часа это в этом санкт-петербург да там есть городок то городок санкт-петербург и суббота все все страну этот этот мир сезон а действительно жарко влажно как вот климат да у меня где-то примерно три минуты идти до машины были нужно было идти а я садился машину уже с мокромайкой так то есть стопроцентная влажность да ездили несколько раз на мексиканский залив мексиканском залива потом собственно на нем же и стоит ну да там 20 минут или 25 наверное я раньше не почувствовал я что температура воды и влажность воздуха извините как в аквариуме что ногу опустил в воду то есть я извиняюсь по загорать например невозможно ты сгоришь или как а я думаю что да что сгоришь из-за влажности и солнца поэтому так вот полчаса бум и все девчонки то симпатичные что с такой спрашивать я женат спищу так вы же можете не да не нарушая даже не видно да смотреть можно только нельзя да я если честно не видел на самом деле я спрашиваю ребят молодые нас смотрят и они думают может вообще туда не ехать мой друг он чаще выезжал там пятницу субботу иногда воскресенье он выезжал в санкт-петербург и он сказал что да там держки красивые а вот до орланды сколько там езды часа полтора до столицы штата я думаю минут сорок наверно нет что столица штата не орланды же ну не столица вот орланды большой город самый большой город минут наверное час сорок где-то час пятьдесят то есть не то что там не наездишься особо да особо не на и как у нас сакраменто здесь а какая столица у нас там талахаси по моему да я честно даже не знаю никогда не талахаси для меня орланды как бы главный город но хорошо так сколько вы прожили во флориде в итоге я приехал до в июле и июне и в конце ноября я уже уехал то есть полгодика там побыли да хорошо поработали вы полгодика там и приехали снова сюда да приехал снова сюда насколько проще стало искать работу по сроку за этих эти полгода реального вот искать hands-on experience вот что произошло какая перемена в чем в чем разница была уверенность во первых во вторых я уже перебирал что я хочу что не хочу как бы работа нужна я согласен а но я хотел то есть либо долгий контракт либо компания которую я могу внести в резюме к себе красивую да красивую да чтобы потом было реально смотрелось и чтобы они то есть как бы в резюме чтобы они использовали те а то туз то есть вот эти полгода реального опыта всего полгода произвели какой-то эффект который раньше вы не производили свои приземы то есть вас стали лучше звать вам стали больше звонить с вами стали более серьезно разговаривать или что произошло или просто сезон какой-то более удачный я не думаю что то сезон потому что если нужны сотрудники если них бюджет или еще что необходимость то они всегда ищет конечно какое-то время они большего ищут в начале года другим на январь февраль проще получить может я получил но получилось так что я лучше проходил рекрутеров надо самое сложное именно поговорить да конечно это самое сложное то есть не компании а именно рекрута да если рекрутер не чувствует уверенности в нем то рекрутер не хочет его посылать менеджеру потому что во первых его не возьмут денег все равно не заработаешь во вторых менеджер время потратил и он начинает быть недоволен этим рекрутером против никто не хочет на свою голову брать неприятности поэтому нужно производить впечатление человека который пошел взял работу да я бы посоветовал на самом деле когда рекрутер звонить звонить совсем согрушаться да я это знаю да это знаю я и с этим работал и с этим работал проще попасть на компанию я думаю я помню вы это говорили но не все понимают люди которые а чуть-чуть наглее они говорят да я это знаю я это знает и это конечно да и там работал сами сидят на телефоне если вопросы какие-то появляются они просто гуглит и отвечают все тут еще есть момент дело в том что рекрутер если позиции не очень высокооплачивая там ну скажем так начального уровня то рекрутеры там безграмотные они ничего не знают они денег мало зарабатывают они неквалифицированы если вы будете идти на сеньорские позиции если вы будете идти на менеджерские позиции там рекрутеры могут быть сами из бывших программистов таких очень разные бывают ребята вот а эти не понимают ничего вот им написали на бумажке нельзя это знаешь это знаешь это знаешь и вы можете начать что-то объяснять а он не понимает он только знает знаешь или нет вот вот и все поэтому если его там не знаешь не знаешь не знаешь взял и не послал в компанию когда вы говорите ну конечно знаю когда это знаю да не вопрос там все он посылает в компанию а дальше выясняется что из тех десяти позиций по которым рекрутер вас спрашивал знаешь не знаешь только две были важны и эти две это как раз самая вот суть самый самый сердцевина профессии которую вы знаете вот тем более если там например я не знаю даже 30 долларов или там 35 не предполагается что вы что-то серьезно знаете то есть серьезно начинается там уже больше денег совсем больше совсем другие деньги до 30 35 вы просто должны уверенно там планировать процесс и там фиксировать писать сообщение об ошибках вот собственно и все так что ну хорошо значит приехали вы вы там под новый год обратно да сколько времени заняло чтобы вот принять какой-то офис но я начал работу искать только февраля потому что я приехал не было жилья а я жил в airbnb два месяца а жена где вариантов не было во флориде осталось не 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 здесь было да здесь была комнату снимали на месяц потом еще раз на месяц хорошо начал искать работу февраля дальше сколько заняло время я думаю и помогут в апреле уже начал работать то есть два месяца два месяца до начала работы сколько было предложений офферов сколько было реальных оффера когда я перестал уже отвечать на телефонные звонки это прошло уже наверное месяц наверное недель 5-6 максимум прошел и я уже знал что я понравился что уже будет ответ какой-то я уже просто перестал брать звонки потому что я получу оффер от одной или от другой компании ну хорошо сколько в итоге было офферов было два оффера ну ручку золотили ручку золотили ручку золотил кому ну вам в смысле денежку денежку ну когда приятно было думать что но я отказался от трипл а у меня было трипл а это автомобильная ассоциация да у них новый проект это очень большая организация да у них очень большая у них кстати очень классный красивый офис в лос-анджелесе так это было ввв? нет это не было ввв я год назад ездил туда у меня было интервью на другой новый проект вот очень понравился но команда была австралийская и у них один киев был с австралии один здесь и мне сам менеджер позвонил сказал что все классно все супер блин ну кто-то оказался лучше но когда мне задавали вопросы у них там они мне говорили а вот помнишь этот парнишка там с австралией точно так же говорил а это точно так же говорил слушай мне нравится как ты думаешь а вот этот парнишка с австралией так же самое говорил может быть тоже из наших у нас в австралии тоже есть да никогда не знаешь нет нет в новой зеландии есть так и в итоге вам дали у нас был оффер из лифта и из AAA да так ну хорошо так вы уже там сколько-то работаете да я уже три месяца работаю ну интересно вообще скажем так сравнить вот эту работу с той что вы делали во флориде кроме денег вот все остальное это просто фантастика я очень доволен очень доволен на самом деле может даже больше доволен чем они и поэтому стараюсь я часть работы делаю дома чтобы как бы хочется овертаймы получать потому что они дают больше денег вот но на контракте да я на контракте пока но я ставлю где-то примерно максимум четыре часа хотя я работаю гораздо больше четыре часа за то что дома делаете до овертайм но работаю больше но вы учитесь чему-то новое новое для себя узнаете а да конечно конечно что касается agile у них а то там просто все очень идеально и в джири и есть еще не помню как приложение называется но это просто приложение только в нашей команде потому что у нас есть свои проекты вот в джири баджали работаем потом митинги чуть ли не каждый день новые проекты и презентация демо версии как вот такие вот а вот видение так какое то есть вы например хотели бы там досидеть чтобы составили на постоянку или вы думаете но еще посижу там три-четыре месяца и там еще куда-то пойду но у меня контракт я хочу фултайм то есть на постоянную работу да я хочу на постоянную есть шанс остаться на фултайм потому что не говорите фултайм фултайм у вас и так есть фултайм это свыше 30 часов в неделю то есть он может быть на контрактной основе но при этом у него загрузка фултайм с полным днем а значит некоторые путают а он хочет постоянную позицию назоваться permanent а хочется хочется в этой компании очень хочется жена что говорит жена что говорит а жена согласна со всем что я говорю ну а то есть из беларуси тоже да друзья если вы хотите правильную жену берите в беларуси согласен хорошие девчонки правда у нас в школе просто золотой фонд ну видите реклама какая в беларуси пошла да да девки и батька держит воспитывает правильно конечно вы что безвредных привычек готовы абсолютно и не нагличают такие они уважительные и красивые очень правда конечно да там у них нельзя без этого ну что все как да в общем короче если если действительно интересуетесь вот поспрашивайте там в соцсетях вам вам расскажут ну что же хорошо а вы это чего забрели нет я на самом деле могу сказать что мы договаривались что мы сделаем сюжет но вы и так забредали тоже не независимо нет да конечно очень нравится а многие кто-то недоволен школы а есть кто-то вы знаете всем подряд нравится только котята поэтому всем не угодишь и это зависит от того опять же кто не учит ничего кто не готовится соответственно интервью нету тратит свое время только вы знаете что интервью нету я тоже знаю интервью нету потому что надо выполнять некоторые действия ведущие к интервью ты можешь при этом не знать ничего но если ты выполняешь действия ведущие к интервью у тебя будут интервью учить надо чтобы их успешно проходить но это как бы разные компоненты процесса их там несколько разных компонентов но если не делать вот сейчас девочка приходила буквально за пять минут до вас из индии и говорит вот так и так мол мало мне звонят я смотрю как она профа ну да если сделаю я говорю послушай ведь есть же видео знаете да какой видео речь да я знаю ну вот значит я угу есть жидео он знаете как висел он висел по всей стране на первый раз работу искал вот куда не пойдешь в Нью-Йорк он в Нью-Йорке флорида он во флорида лос-анджелес он лос-анджелес чикаго он там первым был по всей стране не было такого места в сша где бы он первым не висел я вот сейчас вспомнил пока мы разговариваем Понимаете, что значит человек видео смотрел? Инструкция есть. Осталось посмотреть видео, но это не каждый человек, который посмотрел, может реально сделать. Это отдельно. Есть замечательный анекдот, мне очень нравится, как на зоне развлекались заключенных тем, что играли в поле чудес. Выяснилось две проблемы. Первая проблема, что не все знают алфавит. Вторая проблема состояла в том, что когда уже все буквы угаданы, прочесть не мог. Вот это проблема с нашим резюме. Повесить. Уже все есть, но надо просто туда... И она минут пять доказывала мне, что она смотрела и все делала. Я говорю, что ты мне докажешь, когда я вижу, вот же оно висит, вот все не так. Я говорю, спрашиваю, давай так, ты хочешь работать? Она говорит, да. Я говорю, посмотри видео, сделай. Придешь ко мне, покажешь. Ну, а все остальное, значит, не говори, что ты хочешь. Она пришла, она хотела, чтобы ее куда-нибудь еще на интернши позвали и так далее, потому что ей не звонят. Я говорю, давайте письменную расписку дам, потому что тебе никто не будет звонить, не дадешь работу, если ты будешь так. Говорит, дайте расписку. Она говорит, нет, я хочу, чтобы вам звонили. Я говорю, давай. Конечно, конечно. Зависит вот это. Конечно. Это факт. Это у меня была группа, которая училась после меня, наверное, через полгода. А как я нескольких ребят знал, и в конце были, то они тоже говорили, что куда они откроете, что везде я, везде я. Вы просто не могли, просто было сложно найти пример какой-нибудь другой, чтобы показать для сравнения. Ну да. На самом деле, что бывает, человек проходит какую-то эволюцию, даже вот он пришел, скажем, в школу, и он вроде хочет, и деньги заплатил, но дальше у него какие-то свои... Он должен понять, что ты в жизни ничего еще не понял. Но с другой стороны, он может ходить бесконечно повторять курсы. Денег не берут, учись на здоровье. Значит, там, он может бесконечно ходить, мы делаем резюме, там, проверяем, перепроверяем. То есть мы продолжаем с ним работать, пока нет результата. В той мере, в какой он хочет, чтобы был результат, он может прийти, назначить время. Мы сядем и будем, и потратим столько времени, сколько нужно. Но если не потратить время, если не назначить время, если не сделать то, что надо сделать, а рассчитывать, что за тебя кто-то другой это сделает, тогда не... А кто сделает? То есть, чем больше ты делаешь то, что ты должен, тем больше со всех сторон набегает людей, которые тебе помогают. А помочь тому, кто свою часть не делает, это значит сделать за него. Главное не ждать. Если нужна помощь, вы спрашиваете помощь. Тут же и пришел, конечно. Да, никто не знает, что вам нужно, кроме вас, чтобы вам помочь. И меня. Ну, если вам не сказать. Если мне не сказать, нет. Ну, если, конечно, вы не прочитаете тесты с селением. А, да. У него была интересная история, значит, Виктор писал тест. Ну, как все, там вся группа писала. Ну, расскажите, так, чтобы не получилось, что я рассказываю. Я могу сказать, что тут все обалдели. Вот. Расскажите, что вы там ученили. До сих пор вспоминаю. Да. Селениум. Селениум веб-драйвере есть. Есть селениум в таблице Менделеева. Собственно, это тот же самый селениум. Минерал, да. Тот же самый селениум. Ну, и я в это время, у меня жена ходила из Беларуси. Я пытался в интернете шпаргалку найти. Пытался помогать товарищу справа отвечать на вопросы. И заодно переписывался с женой. Ну, и, короче, я нашел селениум. Там написано, что там, что такое селениум? Вопрос был ли там, типа, да? Да, да. Надо было сказать, что это инструмент для автоматизации, тестирования, там, такого плана. А я, короче, просто сделал copy-paste, и все. И после этого. И написал в тесте, значит, там, минерал. Да, до сих пор помнят. Да, говорит, минерал. Ну, что же. Видите, как, зато есть, что вспомнить. Есть, что вспомнить. Ладно. Давайте я вас, вот что спрошу. Вы видели много народу и тоже прошли через какую-то такую мясорубку, не самую простую. Вот где вот эта пограничная линия? Где эта черта, за которой человек может рассчитывать на успех? И такая, где он вообще не должен был бы сюда вообще приходить. Вот где это все? Я думаю, что нужно, в первую очередь, для себя самого решить, а готовы ли учить, приходите, когда в школу. В школе есть правила свои. Если вы готовы следовать этим правилам и слушать то, что говорят преподаватели, и учить, то тогда есть шансы. Потому что есть много историй, которых наслушались, а вот я там где-то что-то знаю, кому-то где-то повезло, обстоятельства сложились так, что взяли на хорошие деньги. И люди приходят и начинают от вас ожидать, не то, чтобы вы, а не вашу программу принимать, а начинают ожидать, что вы будете их убежать в том, что они где-то от кого-то слышали. Ну, что это для них тоже повторится. У меня очень часто вот индийские девочки, например, они приходят и говорят, пошлите меня на практику, чтобы меня там оставили. Я говорю, а как же я могу знать-то? Ну, ты же должна понравиться там, или что-то, место должно быть, вакансия. Она говорит, ну вот моя подруга к вам ходила год назад, ее там послали на практику, она там до сих пор работает. Я говорю, так это же не управляемый процесс, это мы с радостью, если так выйдет, но ты же должна как-то, да? Она придумывает себе схему, и дальше эта схема не работает. И, во-первых, виновата кто-то, почему она не работает. То есть, не она же виновата, это кто-то виноват, что она не работает. И, второе, это делает бессмысленным все, что она до этого совершила. Она потратила деньги, потратила время, и все это бессмысленно, потому что ей нужно было вот именно вот так. И она учит выборочно из того, что вы даете. Ну, объем большой на самом деле. А слушайте, а вот некоторые говорят, что мы учим, я часто вижу там в соцсетях, люди пишут, ой, да они там учат только вот самые, вот только как там простые вопросы на интервью отвечать. Ну, я могу сказать, что те люди смешные на самом деле. А каждая компания, то есть здесь вам дают базу, которую вы самостоятельно должны будете нарастить. А как я готовился в последний раз, я делаю выводы, как это нужно. У вас есть база, у вас есть написание тест-кейсов в баг-репорт, у вас есть лайф-сайкл, у вас есть аджайл. То есть это то, что вы здесь должны выучить, вы обязаны выучить. Это то, что вас спросят. Не автоматизацию? Нет, не автоматизацию. До автоматизации, до технического там уже доходит. Это то, что вы должны самостоятельно учить. Если вы не сядете и не разберете ООП, объектно-ориентированное программирование, да, самый простой, basic, то как вы можете писать тест-кейсы? Автоматически. Да, это невозможно. До того, как прийти, даже если вы это знаете, как писать тест-кейсы, вы самостоятельно в классе все делаете. Как это автоматизировать. Да, как автоматизировать. Но вы не выучили базу, вы просто не попадете на техническое интервью. А вот у студента есть достаточно времени, чтобы выучить? Потому что люди разные. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. Процесс, казалось бы, интенсивный. Есть у них время вообще на какую-то жизнь, чтобы еще и выучить? Все зависит от приоритетов. Я когда сюда вернулся для себя, просто хочу сказать, что если... Из Флориды. Да, из Флориды. У меня денег не было, мне нужно было заработать денег для того, чтобы показать, что у меня есть доход. Чтобы снять жилье. И я начинал, я вставал где-то в 5-5.30. Я до 11 часов работал, я приезжал домой. А что делали? Я ездил на юберинный лифте. Я в процессе, я отвечал на телефонные звонки от рекрутеров. Я приезжал домой, отключал телефон, я час спал, час спал. Потом я 3 часа учил, 3-4 часа, и опять ехал на лифте работать на юберинный лифте. Это после того, что вы уже полгода проработали? Да. Все равно учил? Да, потому что деньги, конечно, учить. И тут просто я к чему веду, что у каждой компании используют, во-первых, они видят по-другому. Как это? По-разному. Абсолютно по-разному. Они по-разному видят тест-кейсы, написание тест-кейсов и баг-репортов. У них другие, допустим, лайфсайкл, самого бага и самого продукта лайфсайкл есть. У них... Они делают все по-другому, все компании, потому что все приложения разные, и люди разные. Поэтому сколько компаний, столько, наверное, мне кажется, у них видов аджайла может быть. Какие-то мелкие вещи. Ну, хорошо. Я не думаю, что мы в глубину преподаем аджайл, но, во всяком случае, у меня такое ощущение, что все-таки основные вопросы, которые на интервью задают, в общем, мы покрываем. То есть, час должен пройти. И вот люди, которые говорят, там, нашел работу, они говорят, а что спрашивают? Ну, более-менее то, что вот мы учим. Нет, я о чем и говорю, что если они не выучат то, что вы преподаете, они не смогут перейти хотя бы на следующий тур. Все. Это очень просто. Все компании делают, первое, это фон-скрининг, где меня, когда был по телефону, в AAA у меня было, и в Lyft. Они спрашивали все. Они спрашивали виды тестирования, в чем разница между одним видом тестирования и другим, как это самое регрессион-тестирование или тестинг. Они мне спрашивали и Лосак, и как написание тест-кейса, и все самое. Это может полчаса занять, легко. Вот такой разговор по телефону. Да, конечно. Это легко, очень легко. Если вы отвечаете, то, конечно, у меня где-то в районе 45-ти или 50-ти минут разговор по телефону занял. Что с AAA, что с... А почему они по телефону, а не скажем, в Skype-то, где видно человека? Для Skype, для того, чтобы Skype, это нужно какое-то рабочее место. В AAA, они в основном сейчас работают все в OpenSpace, то есть это везде, грубо говоря, большая комната и разделены на столы. А в лифте, я сейчас понимаю, почему это не сделали по Skype, потому что найти комнату для совещаний, для спреседований или еще что-то очень-очень сложно. Там все забито на неделю, на полторы недели вперед, потому что... не хватает помещений. Нет, дело в том, что помещений не хватает. Очень много. Но и в том же самом деле и людей много. У меня на этаже где-то 200-300 человек, а у нас три этажа. Это где China Basin напротив AT&T парка. Да. Здоровое здание, там оно двойное, с двориком внутри. Да, да. Пятиэтажное. Оно весь блок над шибетом. Да, да, да. Ну, хорошо. Что же. Ладно. Давайте мы тогда... Я просто думаю, может, что-нибудь еще такое из вас подобрать для людей, которые с вопросами. Давайте я вам задам классический вопрос. Вот, может быть, вы не занимаетесь автоматизацией. Сейчас я не занимаюсь автоматизацией. Я как бы пытался делать, но в компаниях как бы не сильно требовалось. Хорошо. С точки зрения человека, который вот на рынок ходит, там, разговаривает, сталкивается. Вот, спрашивают народ, что вот более востребовано Python или Java, скажем, для задач автоматизации и тестирования. Из того, что вот, с чем вы сталкивались? С рекрутерами в разговоре? Чего больше хотят? Я думаю, что Java и Python примерно они на одном уровне. Да, я согласен. Да, я тоже так понимаю. Они, примерно, очень популярны, потому что здесь Google, а Google задает темп всему, а в Google и Python, и Java, и JavaScript в основном. Ну, я не знаю, как это объяснить, но могу сказать по факту, что да, Python и Java примерно на одном уровне востребованности на рынке. Это точно. Все. Отпускаем нашего гостя. Жене привет передадим. Обязательно. Это правильная белорусская спутница жизни. И пусть растет профессионально. Значит, будете начальником, приходите за практикантами. Все-таки вот internship, да, последнее. Internship. Это действительно какой-то переломный такой момент вот в этом процессе? Или это, ну, так как бы не... Да, да, нет, нет, там как-то вот... Есть internship нормально, нет тоже ничего. Но мой internship компании, я не знаю, можно называть, нет? Не надо. Не надо, хорошо. Вот. Могу сказать, что было на самом деле очень классно. Когда пришел туда, то было так вот, ну, подумаешь, ну, ладно, там, взял и ушел. Вот. Мне за это пошейно давали. Все было как положено. Все, это самые тест-кейсы. У каждого было свое задание, было разбито на группы, написание тест-кейсов, прохождение тест-кейсов, баг-репорты. И каждое утро было стендап-митинг, это часть agile, где каждый из нас говорил, чем он занимается, чем он собирается, на каком этапе он находится. С точки зрения уверенности, с точки зрения прохождения интервью, вот этого маркетабилити, вот этого, это было таким пинком? Да, конечно. Потому что, когда на интервью задают вопрос, элементарный, который самый простой, потому что те же самые рекрутеры, и когда ты начинаешь придумывать что-то, и у тебя запинка есть, они это чувствуют, они это слышат, особенно профессиональные рекрутеры. Если ты просто вспоминаешь, как у тебя было, начинаешь рассказывать, это выглядит совершенно по-другому. Это необходимо. Интершип, это очень полезно. Я могу сказать, когда эта школа начиналась, это был 94-й год, в августе. Вот сейчас будет, 23 года будет через, через месяц с копеечкой. Вот. Я когда модель строил в своей голове, значит, я как раз тогда, вот говорю, что вот интершип, это обязательный пункт, совершенно необходимый. Заняло 10 лет, пока мы смогли выйти на уровень, чтобы каждого студента послать на интершип. Вот у нас сейчас, как бы, на всех хватает, хотя школа с тех пор выросла, существенно. Но, это был элемент моего видения, я все время шел, 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 и 10 лет шел к тому, чтобы иметь достаточно интершипов. Поэтому я очень верю в то, что это вот, вот то, что дает толчок человеку, который ему нужен толчок. Есть люди, которым нужно, чтобы его за руку куда-то отвели, ему толчок не нужен. Это другое. Есть люди, которые в претензии к интершипу. Они говорят, вот, приводят, там не было автоматизации, что это за интершип такой? Я говорю, а что тебе автоматизация-то? Ты вот ручной, ручной вот найди. А вы спросите тогда от этих людей, а когда ты пришел на интершип, что ты принес на интершип для того, чтобы оттуда что-то взять? Потому что люди идут, как будто бы это, за это не платят, это как будто бы не работает, это школа, и будут бегать и нячиться. Никто там делать не будет, там люди работают. Работают, да. У меня одна была девочка, индусочка, она пишет мне e-mail и говорит, Майкл, вот я, говорит, недовольный интершипом. Значит, один тютер, тютер, понимаешь? Тютер. Один тютер мне сказал, что все вопросы, значит, там после шести, а другой тютер сказал, чтобы я там не ходила по коридорам и не задавала вопросы постоянным людям. Она их воспринимает, работающие инженеры в компании, она их воспринимает как тютеров. Няньки. Ну, понимаешь, то есть человек абсолютно не понял, где он, что он, зачем он, и... А можно такому помочь? Я не знаю. Я не представляю, что можно сделать. Ну, тем людям, которые считают, что все округом должны, только потому, что они пришли и заплатили денег за обучение. Ну, у них своя концепция в голове, то есть у нее концепция, она приходит на практику, и там тютеры, которые должны ее научить. Она же пришла, значит, ну так научите меня, понимаешь? Вот, так что, это, конечно, надо понимать, куда ты попал и зачем ты попал. И это возможность приложиться, не возможность еще один класс взять. Вот сидишь, и тебя учат. А вот именно руками, 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 руками. Хотя в целом, я думаю, у нас в целом, существенное большинство наших студентов хорошо понимает, что такое интерншип, и они норовят там нахватать, они понимают, что это для резюме хорошо. И так как бы они, они, в общем-то, отличают зерна от плевел, как сказал красиво. Хорошо, друзья, машем ручкой всем и говорим пока. Частливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok